Радио «Звезда» Это мои огорчения меня преследовали. В августе мы вернулись в город и снова заняли летний дворец. Для меня было почти смертельным ударом, когда я узнала, что к моим родам готовили покои, примыкавшие к апартаментам императрицы и составлявшие часть этих последних. Александр Шувалов повел меня их смотреть. Я увидела две комнаты, такие же, как и все в летнем дворце, скучные, с единственным выходом, плохо отделанные малиновой камкой, почти без мебели и без всяких удобств. Я поняла, что буду здесь в уединении, без какого бы то ни было общества и глубоко несчастна. Я сказал об этом Сергею Салтыкову и княжне Гагариной, которые хоть и не любили друг друга, но сходились в своей дружбе ко мне. Они видели то же, что и я, но помочь этому было невозможно. В среду я должна была перейти в эти покои, очень отдаленные от покоя великого князя. Во вторник вечером я легла и проснулась ночью с болями. Я разбудила Владиславову, которая послала за акушеркой, утверждавшей, что я скоро разрешусь. Послали разбудить великого князя, спавшего у себя в комнате, и графа Александра Шувалова. Этот послал к императрице, не замедлившей прийти около двух часов ночи. Я очень страдала. И, наконец, около полудня следующего дня, 20 сентября, я разрешилась сыном. Как только его спеленали, императрица ввела своего духовника, который дал ребенку имя Павел, после чего императрица тотчас же велела акушерке взять ребенка и следовать за ней. Я оставалась на родильной постели, а постель эта помещалась против двери, сквозь которую я видела свет. Сзади меня было два больших окна, которые плохо затворялись, а направо и налево от этой постели две двери, из которых одна выходила в мою уборную, а другая в комнату Владиславовой. Как только удалилась императрица, великий князь тоже пошел к себе, ушли также и Шуваловы, муж и жена, и я никого не видел ровно до трех часов. Я много потела, просила Владиславову сменить мне белье, уложить меня в кровать, но она мне сказала, что не смеет. Она посылала несколько раз за акушеркой, но та не приходила. Я просила пить, но получила тот же ответ. Наконец, после трех часов пришла вся разодетая графиня Шувалова. Увидев, что я все еще лежу на том же месте, где она меня оставила, она вскрикнула и сказала, что так меня можно уморить. Это было очень утешительно для меня, уже заливавшейся слезами с той минуты, как я разрешилась, особенно от того, что я всеми покинута и лежу плохо и неудобно после тяжелых и мучительных усилий между плохо затворяющимися дверьми и окнами. Причем никто не смел перенести меня на мою постель, которая была в двух шагах, и я сама не в силах была на нее перетащиться. Шувалова тотчас же ушла, и, вероятно, она послала за акушеркой, потому что последняя явилась полчаса спустя и сказала нам, что императрица была так занята ребенком, что не отпускала ее ни на минуту. Обо мне и не думали. Для меня это забвение или пренебрежение, по крайней мере, не были лестны. Я в это время умирал от усталости и жажды. Наконец, меня положили в мою постель, и я больше ни души не видела весь день, обо мне даже не посылали осведомиться. Его императорское высочество со своей стороны только и делал, что пил с теми, кого находил, а императрица занималась ребенком. В городе и в империи радость по случаю этого события была велика. Со следующего дня я начала чувствовать невыносимую ревматическую боль, начиная с бедра, вдоль ляжки и по всей левой ноге. Эта боль мешала мне спать, к тому же я схватила сильную лихорадку. Несмотря на это, на следующий день мне оказывали почти столько же внимания. Я никого не видела, и никто не справлялся о моем здоровье. Великий князь, однако, зашел в мою комнату на минуту и удалился, сказав, что не имеет времени оставаться. Я то и дело плакала и стонала в своей постели. Одна Владиславова была в моей комнате. В сущности, она меня жалела, но не могла помочь. Кроме того, я не любила, чтобы меня жалели, и не любила жаловаться. У меня была слишком гордая душа, и одна только мысль быть несчастной казалась мне невыносимой. До тех пор я делала все, что могла, чтобы не казаться таковой. Я могла бы видеть графа Александра Шувалова и его жену, но это были такие пошлые, такие скучные существа, что я всегда была в восторге, когда они отсутствовали. На третий день пришли от императрицы спросить у Владиславовой от имени Государыни, не осталась ли у меня в комнате мантилья из голубого атласа, которая была в этот день, когда я разрешилась на ее императорском величестве, так как в моей комнате было очень холодно. Владислава пошла всюду искать эту мантилью, и, наконец, нашла ее в углу моей уборной, где ее не заметили, потому что со временем моих родов редко входили в эту комнату. Найдя ее, она тотчас ее отослала. Эта мантилья, как мы узнали немного времени спустя, дала повод к довольно странному приключению. У императрицы не было определенного часа ни для сна, ни для вставания, ни для обеда, ни для ужина, ни для одевания. После полудня в один из трех указанных дней она легла на канапе, куда велела положить матрацы-подушки. Лежа, она спросила эту мантилью, так как ей было холодно. Ее стали всюду искать и не нашли, потому что она осталась у меня в комнате. Тогда императрица приказала искать ее под подушками изголовья, думая, что найдут ее там. Сестра Крузе, это любимая камерфрау императрицы, просунула руку под изголовье ее императорского величества и вытащила ее, говоря, что мантильи под этим изголовьем нет, но что там есть, пучок волос или что-то вроде этого, она не знает, что это такое. Императрица тотчас встала с места, велела поднять матрацы-подушки, и тогда увидели, не без удивления, бумагу, в которой были волосы, намотанные на какие-то коренья. Тогда и женщины-императрицы, и она сама, стали говорить, что это, наверное, какие-нибудь чары или колдовство, и все стали делать догадки о том, кто бы мог иметь смелость положить этот сверток под изголовье императрицы. Заподозрили одну из женщин, которую ее императорское величество любило больше всех. Ее звали Анной Дмитриевной Домашовой. Недавно эта женщина, овдовев, вышла во второй раз замуж за коммердинера императрицы. Господа Шуваловы не любили этой женщины, которая была им враждебна, и по своей силе и по доверию императрицы, которым она пользовалась с молодых лет, была способна сыграть с ними какую-нибудь штуку, которая сильно уменьшила бы их фавор. Так как Шуваловы имели сторонников, то последние усмотрели в этом преступление. Императрица и сама по себе была к тому склонна, потому что верила в чары и колдовство. Вследствие этого она велела графу Александру Шувалову арестовать эту женщину, ее мужа, ее двоих сыновей, из которых один был гвардейским офицером, а другой — камерпажем императрицы. Муж через два дня после того, как был арестован, сбросил бритву, чтобы побриться, и перерезал ею себе горло. Жена с детьми оставались долго под арестом, и она призналась, что, дабы продлить к себе милость императрицы, она употребила эти чары, и что положила еще несколько крупинок четверговой соли в рюмку венгерского, которую подавала императрица. Это дело закончили тем, что сослали и женщину, и ее детей, в Москву. Потом распустили слух, будто обморок, бывший с императрицей за несколько дней до моих родов, был вследствие напитков, которые эта женщина давала императрице. Но на самом деле она никогда не давала ей ничего, кроме двух или трех крупинок четверговой соли, которые, конечно, не могли ей повредить. Во всем этом могли быть достойны порицания, только дерзость этой женщины и ее суеверие. Наконец, великий князь, скучая по вечерам без моих фрейлин, за которыми он ухаживал, пришел предложить мне провести вечер у меня в комнате. Тогда он ухаживал как раз за самой некрасивой. Это была графиня Елисавета Воронцова. На шестой день были крестины моего сына. Он уже чуть не умер от молочницы. Я могла узнавать о нем только украдкой, потому что спрашивать о его здоровье значило бы сомневаться в заботе, которую имела о нем императрица, и это могло быть принято очень дурно. Она и без того взяла его в свою комнату, и как только он кричал, она сама к нему подбегала. Его буквально душили заботами. Его держали в чрезвычайно жаркой комнате, запеленавши во фланель и уложив колыбель, обитую мехом черно-бурой лисицы. Покрывали стеганом на вате атласным одеялом, и сверх этого клали еще другое, бархатное, розового цвета, подбитое мехом черно-бурой лисицы. Радиозвезда Мы читаем мемуары императрицы Екатерины Второй. Я сама много раз после этого видела его, уложенного таким образом, новорожденного Павла. Пот лил у него с лица и со всего тела, и это привело к тому, что когда он подрос, то от малейшего ветерка, который его касался, он простужался и хворал. Кроме того, вокруг него было множество старых мамушек, которые бестолковым уходом, вовсе лишенным здравого смысла, приносили ему несравненно больше телесных и нравственных страданий, нежели пользы. В самый день Кристин после обряда императрица пришла в мою комнату и принесла мне на золотом блюде указ своему кабинету выдать мне сто тысяч рублей. К этому она прибавила небольшой ларчик, который я открыла только тогда, когда она ушла. Эти деньги пришлись мне очень кстати, потому что у меня не было ни гроша, и я была вся в долгу. Ларчик же, когда я его открыла, не произвел на меня большого впечатления. Там было очень бедное, маленькое ожерелье с серьгами и двумя жалкими перстнями, которые мне совестно было бы подарить моим камерфрау. Во всем этом ларчике не было ни одного камня, который стоил бы сто рублей. Ни работой, ни вкусом эти вещи тоже не блистали. Я промолчала и велела убрать императорский ларчик. Все, вероятно, чувствовали явную ничтожность этого подарка, потому что граф Александр Шувалов пришел сказать мне, что ему приказано узнать от меня, как мне понравился ларчик. Я ответила ему, что все, что я получала из рук ее императорского величества, я привыкла считать для себя бесценным. Он ушел с этим комплиментом, очень веселый. Но впоследствии снова к этому вернулся, видя, что я никогда не надеваю это прекрасное ожерелье и особенно жалкие серьги, и сказал, чтобы я их надевала. Я ему ответил, что на празднество императрицы я привыкла надевать, что у меня есть лучшего, а это ожерелье и серьги, не такого сорта. Четыре или пять дней спустя после того, как мне принесли деньги, которые императрица мне пожаловала, ее кабинет-секретарь, барон Черкасов, велел попросить меня, чтобы я бога ради одолжила эти деньги кабинету императрицы, потому что она требовала денег, а их не было ни гроша. Я отослал ему его деньги, и он возвратил мне их в январе месяце. Великий князь, узнав о подарке, сделанном мне императрицей, пришел в страшную ярость от того, что она ему ничего не дала. Он запальчивостью сказал об этом графу Александру Шувалову. Этот последний пошел доложить императрице, которая тотчас же послала великому князю такую же сумму, какую дала и мне, для этого и взяла у меня в долг мои деньги. Надо сказать правду, Шуваловы были вообще люди крайне трусливые, и этим-то путем ими можно было управлять, но эти прекрасные качества тогда были еще не совсем открыты. После крестин моего сына при дворе были празднества, балы, иллюминация и фейерверк. Что касается меня, то я все еще была в постели, больная и страдающая от сильной скуки. Наконец, выбрали 17-й день после моих родов, чтобы объявить мне сразу две очень неприятные новости. Первое, что Сергей Салтыков был назначен отвезти известие о рождении моего сына в Швецию. Второе, что свадьба княжны Гагариной назначена на следующей неделе. Попросту сказать это значило, что я буду немедленно разлучена с двумя лицами, которых я любила больше всех из тех, кто меня окружал. Я зарылась больше, чем когда-либо в свою постель, где я только и делала, что горевала. Чтобы не вставать с постели, я отговорилась усилением боли в ноге, мешавшей мне вставать. На самом же деле я не могла и не хотела никого видеть, потому что была в горе. Во время моих родов у великого князя была тоже большая неприятность, потому что граф Александр Шувалов пришел сказать ему, что прежний охотник великого князя, Бастиан, которому императрица повелела несколько лет тому назад жениться на моей прежней камер-юнгфере, Шэнк донес ему, что от кого-то слышал, что Брессан хотел чем-то опоить великого князя. А этот Бастиан был большой плут и пьяница, покучивавший время от времени с его императорским высочеством. Поссорившись с Брессаном, которого он считал в большей милости у великого князя, нежели был он сам, он вздумал сыграть с ним злую шутку. Великий князь любил их обоих. Бастиан был посажен в крепость, Брессан думал, что тоже туда угодит, но он отделался одним страхом. Охотник был выслан из России и отправлен в Галштинию со своей женой. А Брессан сохранил свое место, потому что служил всем шпионом. Сергей Салтыков после некоторых отсрочек, происшедших от того, что императрица нечасто и неохотно подписывала бумаги, уехал. Между тем княжна Гагарина вышла замуж в назначенный срок. Со времени моих родов прошло 40 дней. Императрица, когда давали молитву, вторично пришла в мою комнату. Чтобы ее принять, я встал из постели, но она, видя меня такой слабой и такой исхудавшей, велела мне сидеть, пока ее духовник читал молитву. В комнату принесли моего сына. Это было в первый раз, что я его увидела после его рождения. Я нашла его очень красивым, ее вид меня немного развеселил, но в ту самую минуту, как молитвы были закончены, императрица велела его унести и ушла. Первого ноября было назначено ее императорским величеством для того, чтобы я принимала обычные поздравления после шести недель, прошедших со времени моих родов. Для этого случая поставили очень богатую мебель в комнату рядом с моей, и там я сидела на бархатной розовой постели, вышатой серебром, и все подходили целовать мне руку. Императрица тоже пришла туда, и от меня переехала в Зимний дворец, куда мы получили приказание последовать за нею дня два или три спустя. Нас поместили в комнатах, которые занимала моя мать, и которые, собственно говоря, принадлежали наполовину к дому Ягужинского и наполовину к дому Рагузинского. Другая половина этого последнего дома была занята коллегией иностранных дел. В то время строили Зимний дворец со стороны Большой площади. Я переехал из Летнего дворца в Зимнее помещение с твердым намерением не выходить из комнаты до тех пор, пока не буду чувствовать себя в силах победить свою ипохондрию. Я читала тогда историю Германии и всеобщую историю Вольтера. Затем я прочла в эту зиму столько русских книг, сколько могла достать. Между прочим, два огромных тома Барониуса в русском переводе, потом я напала на дух закона в Монтеске, потом прочла анналы Тацита, сделавшие необыкновенный переворот в моей голове, чему, может быть, немало способствовало печальное расположение моего духа. Я стал видеть многие вещи в черном свете и искать в предметах, представлявшихся моему взору, причин глубоких и более основанных на интересах. Я собралась силами, чтобы выйти на Рождество. Действительно, я присутствовала при богослужении, но в самой церкви меня охватила дрожь, а я почувствовала боли во всем теле, так что, вернувшись, к себе разделась и улеглась в кровать. Это было не что иное, как кушетка, поставленная у заделанной двери, через которую, как мне казалось, не дуло, потому что, кроме подбитой сукном портьеры, перед ней стояли еще большие ширмы, но эта дверь, вероятно, наградила меня всеми флюсами, какие одолевали меня в эту зиму. На второй день Рождества жар от лихорадки был так велик, что я бредила. Когда я открывала глаза, то видела перед собой лишь плохо нарисованные фигуры на израстцах печи, в которую упиралась моя кушетка, так как комната была маленькая и узкая. Что касается моей спальной, то я туда почти вовсе не входила, потому что она была очень холодная от окон, выходивших с двух сторон на Неву, на восток и на север. Другая причина, прогонявшая меня оттуда, была близость покоев великого князя, где днем и отчасти ночью был шум приблизительно такой же, как в Кардегардии. Кроме того, так как он и все его окружающие много курили, то неприятные испарения и запах табаку давали здесь себя знать. Итак, я находилась всю зиму в этой несчастной узкой комнатке, в которой было два окна и один простенок, что в общем могло составлять пространство от семи до восьми оршин в длину и оршина четыре в ширину между тремя дверьми. Так начался 1755 год. Мы читали мемуары императрицы Екатерины Второй. Ваши любимые книги каждый день в эфире Радио Звезда и на нашем канале в YouTube. Подписывайтесь, чтобы слушать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова